Когда выходят ролики про недвижимость, я всегда читаю ваши комментарии. И знаете, что очень часто встречается? Комментарии со смысловой нагрузкой типа «Да кому эта Москва нужна? Что ты заладил? Москва, 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 съезди, прокатись по регионам, покажи, как люди живут». И знаете что? Прямо сейчас мы находимся в 800 километрах от Москвы в городе Ульяновск. Город основан по указу царя Алексея Михайловича еще в 1648 году как крепость. Для защиты восточных границ русского царства от оббега кочевых племен. Первое название города Синбирск. И с таким именем он прожил по 1780 год. А в ходе административной реформы Екатерины II в том самом 1780 году город стал называться Синбирском. А с 1924 года получил привычное название по сей день Ульяновск. Является городом областного значения. Расположен на Приволжской возвышенности, на берегах рек Волги и Свияги, в месте сближения их русел. К юго-востоку от Москвы на расстоянии 890 километров. Официально население города составляет порядка 625 тысяч человек и занимает 22 место в Российской Федерации. Но к сожалению с каждым годом население города сокращается. В инстаграме нашего канала, в который я вас неоднократно приглашаю подписаться, я и сделал публикацию о том, что мы едем в Ульяновск. И знаете что? Сегодня у нас есть 4 участника, которые согласились дать интервью. Которые расскажут нам, где они живут, чем они здесь занимаются, чем они зарабатывают, что им нравится, что им не нравится. В общем, я мог бы отправиться в такое место, где будет сплошной один негатив. Где будут одни слезы. Но мы стараемся сделать объективно. И плюсы, и минусы, и самое главное, больше склоняемся к позитиву, нежели чем кормить вас только негативной энергией. И знаете, в этот город мы еще приехали не случайно. А все почему? Когда-то, лет так 33 назад, вот в этом кафе, тогда она называлась «Встреча», познакомились мои родители. Здесь отец учился, и мама учились, были студентами. Ну, папа в частности был курсантом. И знаете что? В этом славном городе был зачат блондин, друзья. Поэтому этот ролик будет по-настоящему интересный и душевный. Приятного вам просмотра. Мы начинаем прямо сейчас. Знакомьтесь, друзья, Михаил. Миш, тебе огромное спасибо, что пригласил. На самом деле, ты был тот самый человек, который говорит, Диман, приезжай, я тебя и в гости пущу, и все расскажу, и сюжет будет вот такой. Вот ту информацию, которую Миша сейчас донесет, я думаю, многих она удивит. Но жителей регионов, наверное, не удивит. Но, Миш, до 2017 года ты проживал в Нижнем Новгороде. Да. Как так получилось, что ты переехал сюда, вот в этот пятиэтажный дом? Ну, тут история была довольно длинная. В Нижнем Новгороде, в котором я практически с рождения прожил, с 1985 года, то есть 30 лишним лет. И не особо складывалось с работой. Плюс еще накладывалось то, что молодой особо, как у большинства из нас, ветер в голове. Потом уже, когда обзавелся семьей, начались проблемы уже более такие жизненные, там, заработать денег, получше жить, прокормить. И вопрос встал с работой. То есть я на железной дороге работал в Нижнем Новгороде, но как бы работа была, доход был, но бывает такое, что когда работаешь, сама работа не приносит какого-то удовлетворения. Встал поиск, чтобы работу найти ближе по душе. То есть тоже на железной дороге, но как бы сменить немного специфику. Там так последнее время сложилось, что я работал, ну, если кто-то, железнодорожники, они поймут, дежурный по депо. Но если по-русски говорить, это работник офисный. То есть день, ночь, отцепной, выходной, ты приходишь на 12 часов в здание депо, руководишь всей внутренней работой, а по специальности я машинист тепловоза, то есть специфика маленько другая. Это ведение поездов, это все уже по-другому. И решил вот я сменить вот это толчком. Вопрос такой, ты там работал офисным, получается, работником, сколько зарплата там у тебя была в месяц? Там зарплата выходила в среднем где-то, ну, тысяч пятьдесят, шестьдесят. Это если работать по стандартному графику. Если получалось, что кто-то, то есть мы вчетвером работаем, чтобы соблюдать этот график, если кто-то выбывал, там, поболезнит, уволился, там, какие-то причины складывались, получалась сверхурочная работа, там выходило больше. То есть порой там восемьдесят, девяносто тысяч. Премии какие-то ежеквартальные, ежегодные. Это все вместе. Слушай, ну, в принципе, неплохой так заработок, как звучит для Нижнего Новгорода. Более чем, да. Там электровозы, электроподвижной состав, там электрифицированные участки, то есть подвижной состав, работающий от электроэнергии. А я и в техникуме, когда учился, и как бы всегда у меня интерес был к технике дизельной. То есть там тепловозы, дизель поезда, вот неэлектрифицированные вот эти участки, вот, может, там какая-то романтика, там дым, запах. Хочется, ты об этом и обучался. Да, оно нравится. И уже, соответственно, когда встал вопрос, там, сменить место жительства, место работы, вот, соответственно, выбирали участки, где такие используются системы. Вот, соответственно, вот Ульяновск взять, у нас железная дорога неэлектрифицированная во все стороны. У нас четыре направления, во все стороны ходит дизельный подвижной состав. Вот, соответственно, Ульяновск попал в этот список. Стоп. Вот теперь давай деталей подробнее. Проживал ты в Нижнем Новгороде где? Квартира, трехкомнатная квартира. Там жил я, моя мама и бабушка, вот, но когда я обзавелся семьей, и получилось это так, сложилось, как бы хорошее на плохое наложилось, у меня умерла бабушка. Мама у меня всю жизнь мечтала жить в Санкт-Петербурге, она там училась, вот, это был город ее души, так сказать, и она сказала, что я квартиру тебе освобождаю, я, давай, эту будем продавать, если ты хочешь уехать, я буду жить на съемной в Санкт-Петербурге, то есть, там, подруги, друзья, там, кто-то помог ей, вот, а ты оставайся, обустраивай свою жизнь, и если ты хочешь продать, давай продадим, каждый будет жить там, где ему нравится, где ему хочется. Ты продал эту квартиру за какую сумму? Первоначально мы выставляли за 3200, она висела, 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 снизили до трех, и когда появился человек уже спустя год, наверное, с небольшим, который реально был готов купить, мы 150 тысяч уступили, и за 2850 мы ее отдали. Сколько площадь была у нее? Площадь у ней была 59 квадратов. Таким образом, все это время твоя мама проживала в Питере, в съемной квартире, после того, как ты продаешь квартиру, ты делаешь важный шаг, покупаешь ей на эти деньги, на часть этих денег, студию в Санкт-Петербурге, где-то на окраине, но это ее студия, в пригороде Санкт-Петербурга, у тебя оставалось 800 тысяч рублей, и с этими деньгами ты приезжаешь в Ульяновск, и вот в этом доме покупаешь трехкомнатную квартиру площадью 62 квадратных метра по цене. Первоначально она стояла 2350, и это была уже совсем не первая квартира, которую мы смотрели, но как-то пришли, посмотрели, и вот такая как бы пауза повисла у нас с женой, сидим в машине, одновременно мы приходим к мысли, что или это, или ничего, то есть вот она как бы зашла до такой степени, сразу эта квартира, что, но возможность была вот на 2250, хозяин согласился, пожилой мужчина. Миш, первоначальный взнос 800 тысяч рублей, в ипотеку ты берешь 1 миллион 450 тысяч рублей, на какой срок? На срок 20 лет, в итоге ставка упала до 8,6. 8,6. Вот смотри, у тебя на сегодняшний день какой платеж? 12,670, ну 12,700, грубо. Друзья, вот вам, пожалуйста, картина, пятиэтажный дом, трехкомнатная квартира, 62 метра, 2 миллиона 250 тысяч в 2017 году, сегодня в силу того, что скачок цен на недвижимость произошел абсолютно везде, она выросла, ты не смотрел плюс-минус актуальные цены на сегодня? У меня в прошлом году товарищ мой, он в первом подъезде вот купил в нашем доме тоже квартиру, они купили четырехкомнатную, но квадратуры немного меньше, потому что у нас в первом-четвертом подъезде одна планировка, во втором, в третьем другая. Они купили с хорошим ремонтом ее за 3 с копейками, то есть, ну, наши, я думаю, где-то на 2,700 сейчас вытянет, 2,600, 2,700. И вот дом Михаила имеет довольно-таки интересное территориальное расположение. Ну, посмотрите сами, я вам вывожу карту. Выходя из дома, буквально в 5, ну, 7 минутах ходьбы от дома вас встречает шикарный парк, который действительно благоустроен, где можно побегать, погулять с коляской, позаниматься спортом. Так самое главное, что этот парк открывает вам вид на Волгу, шикарный вид. Посмотрите, вдалеке даже видно ветряки, и если прислушаться, звук от них можно услышать. Послушайте. Одной из центральных улиц города является улица Гончарова. До нее от дома идти примерно минут 25-30 прогулочным шагом, или же можно доехать на трамвае минут за 10-12. На автомобиле тоже можно передвигаться, трафик здесь присутствует, но не такой жесткий, естественно, как в Москве. Что отмечу, что нету платных парков в городе. До Ульяновска это еще не докатилось. Впечатляет, что город пропитан культурой и историческими ценностями. Буквально на каждом шагу вы можете встретить мемориальные доски, памятные места. Вот вы идете по городу и постоянно встречаете различные памятники. В общем, здесь любителям культуры и наследия есть что посмотреть, есть что вспомнить. Ну и, конечно же, контраст. Город меняется, город перестраивается, и здесь можно увидеть вот это как было, как стало, как будет. В общем, до этого мы еще дойдем, мне есть вам что показать. Ответьте мне на вопрос, что нужно для того, чтобы каждое утро просыпаться полным сил и быть готовым покорять этот мир. Ну, в первую очередь, правильное питание, здоровый образ жизни, и третье, это здоровый сон, за который отвечает компания Blue Sleep с их матрасами. Да, ребята, в этой коробке находится полноценный матрас размером 2 метра в длину и 180 сантиметров в ширину. А все те, кто давно подписан на канал, помнят, что такой матрасик у меня уже есть, который приобретался для того, чтобы на нем спать в Московской области в доме. Там размеры вот 2 на 2. На нем я сплю больше года, всегда, когда приезжаю, получаю бешеное удовольствие. Я вам это говорю на полном серьезе, это не какие-то рекламные дифферамбы. Матрасом я остался на 100% доволен, и поэтому смело могу его рекомендовать вам. Обычно матрас это что-то большое. Смотрите, магия монтажа. Вот посмотрите сами, как ты его повезешь на дачу, за город, еще куда-то. Возможно, для кого-то это подарок. У друзей новоселья что подарить? Матрасик, ребята, будут дико рады, благодарить вас будут до конца дней. Фишка в том, что вот это не габарит, а вот это помещается абсолютно в любой автомобиль. Как это? Так это? Метр 80 на 2 в такой коробочке. Фишка матраса заключается в том, что он приходит в вакууме. И это важно понимать, ведь скрыть его должны ровно там, где находится ваше спальное место. Вскрыть его и вернуть в первоначальный вид нереально. Ни в коем случае не торопитесь скрывать матрас обычным ножом, ведь в комплекте у вас идет специальный нож, который защитит ваш матрас от повреждений. Я полюбил этот матрас за то, что когда на нем спит два человека и один ворочается, первый человек не чувствует второго. Это очень важно для того, чтобы вы высыпались. Естественно, на матрас распространяется гарантия, есть пошаговые инструкции по его распаковке и также в комплекте вы получаете два купона на скидку 5% для ваших друзей. В него начинает поступать кислород и в один момент он, собственно, встанет в полную форму. Очередная магия монтажа и я уже в домашнем. Друзья, суть такая, скрыв матрас ему нужно 3-6 часов для того, чтобы он приобрел полную форму. Ну вообще, в реале это до суток доходит, поэтому имейте в виду в день покупки сразу вскрывайте, чтобы к вечеру вы могли уже лечь на нем спать. Проводить с вами эксперименты по тому, как ставить туда стакан с водой я не буду, так как я уже в этом знаю и вам со всей уверенностью могу говорить, что вот этот матрас это реально кайф. Ты можешь ложиться, он повторяет твое тело, то есть ты когда лег, он адаптируется под тебя и ты будешь спать на нем с полным комфортом в этом я уверен на все 100%. Поэтому могу вам смело его рекомендовать. Друзья, BlueSleep все подробности ждут вас по ссылочке в описании. Будет дополнительный промокод, по которому вы все сможете покупать их товары со скидкой. Спите на здоровье и делайте больше полезных дел вместе с BlueSleep. И вот мы уже в гостях у Михаила. На сегодняшний день подобная квартира стоит порядка трех миллионов рублей. Вполне возможно вам удастся найти такую квартиру в этом городе чуть подешевле. Но что вы получаете? 62 квадратных метра. Мы заходим, прихожая. Вполне достойная, просторная прихожая. двоем здесь одеваться, собираться без проблем. Идут два раздельных санузла, туалет, ванна. Мы проходим дальше. И здесь встречается первый минус, потому что кухня здесь небольшая. 6 квадратных метров. В квартире проживает 3 человека. Одному готовить здесь, конечно же, будет удобно, потому что, ну понимаете, небольшое пространство. Тут порезал, поставил. С одной стороны плюс, с другой стороны троем сесть, поужинать. Будет, наверное, тесновато, спросим у ребят. Пойдемте дальше. Заходим в первую комнату. Это у нас получается спальня. Здесь у них, кстати, небольшая кушеточка на случай, если вдруг ребенок заболеет, если вдруг ему нужно будет ночевать с ними рядом. Дочке 7 лет. Полноценный, небольшой балкон, но достойный. Ребята не курят, соответственно, балкон выходит так, постоять, подышать свежим воздухом. Вещи сушат там. Все по-жизненному. И вы посмотрите сами по сторонам. Вот чистенько, уютно. Ты действительно пришел. Ты вот в таких квартирах, вот пятиэтажка, на мой взгляд, друзья, не знаю, что вы скажете, но мне кажется, что здесь прям чувствуется душа. Мы с вами топаем дальше. Заходим, и тут нас встречают две смежные комнаты. То есть, одна зал, и вторая комната ребенка. Соответственно, здесь ты пришел после работы, развалился, чайку бахнул, телевизор посмотрел. Здесь у тебя рядом ребенок. Ребенок сейчас находится в детском саду. Скоро уже идти в школу. Комната выходит на заднюю часть дома. Рядом находится дорога, рядом проходят трамваи. Спрашиваю людей, как? Ну, с одной стороны, отмечают как минус. С другой стороны, мы сейчас стоим, сегодня будний день, вторник, время 10 часов утра. Ездит машина, окно открыто слышно. Ну, не так, как в Москве, само собой. То есть, движение попроще. Соответственно, меня бы это в целом, возможно, не напрягало бы. Возможно, напрягало бы. Миша, в 2017 году ты покупаешь эту квартиру, заезжаешь сюда. Сколько денег вложил косметический ремонт? Что-то переделывали, доделывали, технику какую-то закупали, помимо покупки самой квартиры? Ну, на тот момент квартира выглядела, то есть, мы ничего здесь практически не изменили. Довольно презентабельный был вид, неплохой ремонт, конечно, но по истечении вот 3-4 лет уже местами просится там какая-то модернизация, так скажем. Но в общем и целом ремонт был тот, который вот ты показываешь сейчас. Единственное, что мы сделали, это в комнатах потолки натянули. Жена у меня привыкла, чтобы ковры были, то есть, полы застелены были, чтобы босиком везде, она и ребенок спокойно могли тут передвигаться. Застелили полы, прикупили кое-какую мебель. Очень часто говорят, а вот в регионах там люди хуже живут. Мы, конечно, в городе-то не в маленьком, не в какой-то деревне находимся, у нас до центра рукой подать, буквально 3 километра. Ты расскажи, пожалуйста, вот минусы проживания вот в этом доме. Он 71 года постройки. Зимой бывало такое, что вам холодно, батареи плохо топят. То, что пропадает вода, не льется горячее зимой или там в летнее время. Перебои с электричеством, то есть вот что-то такое, что влияет на уровень жизни. Ну, ты знаешь, перебои с электричеством, с водой, ну, как бы они встречаются и здесь сейчас. Взять в Москву, взять регионы, проблемы коммунального хозяйства, они одни и те же, но чего-то вопиющего нету в принципе. С горячей водой проблем не может быть априори, потому что газовая колонка стоит. То есть я после Нижнего Новгорода я забыл, что такое летнее отключение воды горячей. В плане отопления, с отоплением проблема только в его стоимости. То есть проблем такое, что как некоторые там в куртках, дома там в теплых, там, наверное, тузы там какие-то одевают. У нас такого нет, с отоплением проблемы только в его стоимости. Когда дом относился, у нас домуправляющая компания была, подвал худой весь насквозь продувался, соответственно, очень большая энергетика шла вот по этому отоплению. Они же по счетчику считают. Вот. И из-за больших потерь топили очень сильно, и у нас выходило по 100 рублей на квадратный метр квартиры. То есть у меня приходило, первый месяц мы заселились, это был январь месяц, и у меня пришло только за отопление 6200. Афигеть. Флатежки было. А на сегодняшний день сколько коммуналка по квартире в круг выходит? Зимой у нас выходит в самые холодные месяцы до 8 мы, наверное, отдавали, в пределах 8 тысяч. Так. Вот. В зависимости, как раз вот это варьируется от отопления. То есть расход там воды, электроэнергии, он примерно одинаковый. Летом тысячи три, наверное. То есть, ну, три это максимум. Короче, через половину три. Посчитаем, плюс-пинус 6 тысяч рублей, если бы это все было бы равненными долями. Миш, вот ты сегодня работаешь на железной дороге. Машинистом. Машинист, слава. График у тебя какой? Никакого. Вызывная система. У нас идет расчет по норме часов. То есть, есть, например, там, возьмем усредненно там 168 часов месячная норма. И ты ее вырабатываешь, а вырабатываешь ты машинист, то есть ты, у тебя абсолютно нестабильный получается график. Вот я работаю в грузовом движении, кто работает в пассажирском, там проще. Поезда идут по расписанию. Он знает, во сколько он уехал, во сколько он приехал. У него есть график. У нас в грузовом движении вызывная система. То есть, получается, что меня записывают, когда я стою в наряде. То есть, я должен быть готов к работе. Там, грубо говоря, вот там на 10 утра меня записали. И с 10 утра я сижу дома на вызове, жду, когда появится для меня работа. То есть, мне позвонит нарячек и вызовет меня в поездку. Я понял. в месяц ты выходишь, то есть, ты вот эту норму часов свою отрабатываешь. Да. В основном норма у нас выходит, но бывают дни горячие, так скажем, когда начинаются какие-то окна. Или, например, у нас как бы считается второстепенный участок. Если на главном ходу идут окна, ремонт путей, соответственно, их поезда перекидывают нам, и у нас начинается такая горячая пора, когда можно и переработку сделать. Таким образом, в месяц, когда ты отрабатываешь норму часов, оклад у тебя сколько получается? Там оклад у нас занимает незначительную часть, то есть, основное, это твои надбавки за класс квалификации, премиальная оплата, если есть экономия топлива, премия за экономию топлива. Но если взять усредненный заработок в грузовом движении, то чистыми выходят плюс-минус 50-60 тысяч рублей. Но, если вот сразу оговорюсь, для Ульяновской и Ульяновской области это более чем хорошая зарплата. 50-60 это хорошая зарплата. Да, это значительно выше среднего уровня. Вопрос, у тебя супруга работает? Нет. То есть, тебе хватает твоей зарплаты для того, чтобы, внимание, оплачивать ипотеку раз, оплачивать коммунальные услуги два, ребенок, кредит за машину, за машину сколько ты в месяц платишь? 15 тысяч. 15 тысяч три, и, соответственно, еще на жизнь остается. Да, но, здесь получается, что вертеться приходится, то есть, там, выходной день у тебя выпал, то есть, это полностью свободное время, здесь тебя уже никто никуда не вызовет. В выходные дни Михаил дома, сложа ручки, не сидит, всегда берется за различные колымы, подработки приносит ему в месяц в среднем примерно 10-20 тысяч рублей, когда как повезет. Таким образом, в круг у него доход составляет примерно 65-85 тысяч. рублей, и этих денег им хватает для комфортного проживания, и важно, что жена не работает, и мысли отправлять ее на работу нет. Пообщавшись с людьми, мы выяснили, что средний доход в городе это примерно 15-30 тысяч рублей, это вот если вы пойдете куда устраиваться на работу. А к общению с Михаилом мы еще обязательно вернемся, но сейчас предлагаю считать на другой конец города в гости к молодой паре и послушаем, что они нам расскажут. И вот мы уже в гостях молодых ребят. Мы сейчас с ними познакомимся. Друзья, 9-ти этажный дом. В 2012 году мама, подельца квартиры сейчас, покупала здесь квартиру на этапе котлована. Это однокомнатная квартира площадью 39 квадратов. В 2012 году она стоила 1 миллион 100 тысяч рублей. На сегодняшний день, говорят, совсем недавно делали оценку квартиры, в каком состоянии она находится, 2 800. Давайте кратенько вам расскажу. Здесь был сделан полностью ремонт с небольшой перепланировкой в планах разумного. Огромный зал, если можно сказать, для однокомнатной квартиры. Спальное место раскладывается, телевизор, все сделано уютно. За эту квартиру они платят в месяц по коммуналке 3 500 рублей. Зал остается по левой части от вас. Проходите сюда. Здесь идет дополнительный коридорчик. Сюда можно было бы шкаф поставить. В общем, здесь можно моделировать под себя, но квартира реально уютная. То есть, с точки зрения ремонта все свежее, все красивое, все чистенькое. Топаем на кухню. Кухня, в принципе, большая. Порядка 10-12 квадратов. Так еще и есть выход на балкон. Балкон небольшой, но он есть и это уже круто. Саня, привет. Привет. Большое спасибо, что пустил в гости. И вообще, на самом деле, у тебя история интересная. А знаете почему? Потому что Саня, ребята, перекуп. Саня покупает машину подешевле, продает подороже и при этом зарабатывает неплохо денег. Вот давай-ка с этого и начнем. Саня, 24 года, перекуп, свободный график, сидишь, нашел, поехал по городам, подкупил, подороже продал. Конечно, некоторые скажут, ага, какой плохой, но сколько в среднем жителю Ульяновска молодому удается зарабатывать? Ну, на самом деле, месяц от месяца не зависит, но в целом в среднем где-то 100 плюс-минус получается. Тебе этих денег, проживая с девушкой, хватает? Ну, в целом, да. Удается откладывать деньги? Да, да. Ты не пьешь, не куришь, не шальной, по каким-то заведениям не ходишь, соответственно, копите деньги. На что? Ну, на самом деле, как сказать, на что, так как квартира однокомнатная, во-первых, недавно купил земельный участок вблизи города, так скажем, на Волге, ну и в планах в дальнейшем построить дом, но в целом, прежде чем, конечно, переезжать, куда-то от квартиры разменять, то я испанирую и разменяю для начала квартиру. А вопросик такой, земельный участок какой площади? Два земельных участка по 8 соток. 16 сот. Чего у тебя будет? Коммуникации, свет, газ, вода, все есть. По какой цене ты забрал это? 300 за штуку. Ребята, мне кажется, после выхода этого сюжета многие из вас скажут, а надо ли нам жить в мегаполисах, когда есть такой город на Волге, как Ульяновск. Вот тебе удается зарабатывать соточку, у тебя есть друзья, наверняка не у всех получается хорошо зарабатывать. Ну да, на самом деле так. В основном у меня друзья сейчас проживают в Москве, то есть один друг у меня пилот, второй пилот, естественно, не образно примерно таких же денег в месяц уходит, опять-таки в зависимости от налета. Но второй он пока студент. Студент работает, устроился мост-отряд, работает пару месяцев, поэтому сказать ничего не могу. Но среди твоих друзей, допустим, среди твоего возраста, больше какие настроения уходят? То, что люди живут, заканчивают институты и хотят уехать в Москву или какие-то другие города крупные? Или же многие хотят остаться здесь, здесь все устраивать? Больше люди заканчивают университет, женятся, заводят детишек, ну и пытаются как-то выживать. Выживать? Ну в целом да, потому что зарплата в среднем по городу, если 25, это уже хорошо считается. Да ладно? Ну практически да. А минимальная зарплата здесь от скольки? От 10 тысяч? Ну образно 12. 12 тысяч? Да. А ты не в курсе, вот сколько, допустим, стоит снять на сегодняшний день актуальные цены на недвижимость? Такую квартиру 12 тысяч. А если квартира в пятиэтажном доме? Ну у нас, грубо говоря, тоже на новом этом районе есть трехэтажки, если ты обратил внимание. Там будет порядка 10 тысяч 8-10, но там есть по квартирное отопление, то есть в плане ЖКХ там будет выгоднее, то есть 500 рублей в месяц. С точки зрения вот инфраструктуры и вообще проживания в этом районе, как ты отметил то, что он новый, он называется? Юго-западный район. А молодежный, это ты просто название такое? Ну молодежный, да, тут одна молодежь проживает. И у вас здесь такая же самая история, такие же проблемы, как собственно по Москве, Московской области парковок не хватает, дома понастроили, парковочных мест нету. Подземного паркинга здесь где-то есть? Нигде. Наземный паркинг отдельно, специально там 1-2-3 этажа? Ну блоки, стоянки есть, то есть не прям так, а как например в крупных городах, но просто площадка и там за денежку определенную. Сколько в месяц? 60 рублей в день, ну в месяц там полутора тысячи рублей получается, смотря там абонементы либо смотря как ты платишь. Дома, 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 парковочных мест, я смотрю, там три машины можно поставить, там три машины, а людей это живет гораздо больше. Что это такое за моей спиной? Это гаражно-строительный кооператив, а с советских времен, вот он, ракета называется, который подразумевает подземные гаражи. Так. То есть получается, что две секции, вот мы сейчас около первой секции стоим, не занимая никакого места, несколько секций находятся гаражных, тут есть самих гаражей, они отапливаемые, и для хранения машины, я считаю, вполне себе вариант. Покажи, как смотрю, происходит. То есть получается, подъезжает машина, открывается шлагбаум, ты заезжаешь туда, сколько здесь примерно мест вообще парковочных, не знаешь? Ой, не могу сказать. Мы с 79-го года здесь построили его. Ага. То есть сколько лет, вы считаете, 40 лишних лет. Тут отопление есть, вода есть, туалет есть, яма вообще есть, свет, естественно, тепло. Ну, то есть вот все-таки... А когда зима, например, здесь снег-то не заваливает так, то, что приходишь, открыть невозможно выйти? Ну, это председатель, все чиня, нормально, все чистят. 7,5 тысяч в год, вот, прикиньте, сколько в месяц? Чуть меньше, чем 800 рублей. Ну, вот. Раз, два, три. Вот, видишь, в две секции. На две секции. То есть 54 в вашем месте. Ну, это нормально, друзья. Круто. Сколько стоит здесь гараж? Гараж стоит, если сейчас смотреть на сайтах объявлений, где-то в районе 500-600 тысяч рублей. Ну, это тоже нехило. Ничего себе считают... Нехило, но за отапливаемый гараж, который находится под землей, который там не снесут по каким-то там показаниям городским, что он там неправильно оформлен или что-то. Это, я считаю, более цивилизованная форма. Плюс отопление в свете последней зимы, где морозы у нас за 30, то есть это большой плюс. Квартиру, друзья, купила изначально мама. Да. Мама сегодня чем занимается? Ну, на самом деле, она фотограф. Когда-то я тоже так же начинал, но получается так, что у меня есть еще брат родной. Она подарила мне квартиру однокомнатную, обустроила, то есть ремонт, это, грубо говоря, был ее подарок. Ну, и, соответственно, брат тоже самое, те же условия. Это получается, как она сказала, между нами она разделила наследство. Сейчас, на данный момент, она тоже проживает на югзападном районе, тоже купила себе однушку и платит ипотеку. Друзья, вот на эту информацию можно отреагировать двумя способами. Первое, Мажорову Ульяновске, а с другой стороны, скажем, огромное спасибо маме, вот побольше таких женщин, которые умеют, могут своим детям такие подарки делать. И я хочу, знаешь, что тебе пожелать, чтобы ты вот эти денежки, которые копишь, поскорее достал из своей копилки и закрыл маме ипотеку. И брат сказал то же самое. Брат, давай-ка маму теперь порадуем и сделаем хороший ей подарок. Друзья, знакомьтесь, Юля. Юль, спасибо, что согласилась пообщаться. До того, как переехать в Ульяновск, где ты проживала? В село Архангельское, Чедоклинского района. Это от Ульяновска сколько примерно? Ну, километров 30, наверное, если вот прямо отсюда. И ты там проживала, получается, в школу ходила, все время прожила там. Сколько там примерно человек жит, много? Ну, наверное, сейчас уже, наверное, тысяч пять, наверное, есть. Ну, как бы достаточно большое такое население уже. Переехала ты в Ульяновск, поступив учиться? На кого-то училась? Лингвистика. То есть ты знаешь английский, немецкий, ну и русский. Ну, хорошо знаешь? Ну, сейчас уже так, потому что особо этим не пользуешься, потому что я занимаюсь как бы направлением интернета, да, и получается, чисто в компе читаешь, и я вижу, я просто понимаю, что пишут, а так уже, чтобы разговаривать, уже как бы особо, ну, я понимаю, но уже ответь, все равно подумать надо. Юль, слушай, расскажи, пожалуйста, ты когда проживала в этом селе, как часто ты приезжала в Ульяновск? А, очень часто. У меня получается, как село и 10-15 минут, и там новый город, как бы доступ, прям, ну, рядом. Переехав сюда уже жить на постоянку с Сашей, что тебе в городе вообще в целом нравится? Или он тебе уже наскучил? Ну, пока меня все устраивает, но сначала, когда я приехала, я, конечно, удивилась то, что все в доступе, все магазины, также те же там аптеки, либо там парки, какие-то кафешки, там, ну, всякие места интересные, потому что все равно в селе, что помимо там магазинов, школы и садика, там почту больше особо такого интересного не было. А здесь как бы все в доступе, столько народу. Но сейчас все равно, как бы неприятно то, что очень много людей и все какие-то такие, ну, кто-то недовольный, хмурый, да. Ну, при этом, Саня, ты, наверное, в селе жила, вы там все друг друга знаете, все с друг другом общаетесь и больше такая приветливая атмосфера. Да, здесь как бы уже этого нет и немножко как бы, ну, не особо сначала немножко приятно было. Чем тебе город нравится и что тебе в городе не нравится? Ну, что мне нравится, начнем с этого, то, что город относительно небольшой, то есть в любую точку города я могу спокойно доехать на машине, ну, так скажем, за 30-40 минут. У нас раньше были, так скажем, в основном одни забегаловки, сейчас уже есть крупные местные ребята, которые хорошо развивают свои сети, причем достаточно на высоком уровне. Но, опять-таки, вот, например, вот мы в основном пользуемся доставкой на дом и где-то по заведению ходим там, если уже дома, например, надоело сидеть. Но, больше на самом деле минусов, наверное, я вижу, чем плюсов. А минусы какие? Минусы, ну, это в основном то, что у меня есть просто большой опыт работы, что действительно с работы тяжело. Прежде чем начинать заниматься машинами, я с 18 лет работал в фотосалонах, практически во всех фотосалонах нашего города. Я был менеджером продажи новых автомобилей, в Тридыне, мастером-приемщиком, на сервисе консультантом, то есть где только не работал, зарплата больше 25 не поднималась. В том году я получил высшее образование инженерное по автомобилестроению, я заканчивал. У нас есть такие заводы, как Бриджсон, Димиджи Мори, станкостроительный завод, и Шеффлер, производство подшипников, там материалов и так далее, конфликтующих или автомобилей. Везде пытался устроиться, так как у меня уже был опыт работы, была трудовая книжка, все, так скажем, отшивали из-за того, что у меня было образования. Получил диплом, а пришел, а говорят, у тебя нет опыта работы, то есть специального. То есть я 3-4 года отработал в автомобильной сфере, но именно производственного опыта нет. И соответственно, мы можем тебя взять на 18 тысяч рублей. 18 тысяч рублей, это до работы добираться 5 километров, с утра это 2 часа обратно, 2 часа туда, ну и не стоит этих денег. Юлия, расскажи, ты закончил институт, у тебя вот есть высшее образование, кем ты сейчас работаешь? Сейчас я работаю контент-менеджером, занимаюсь сайтами, ну наполнением. Вот. Ну, получилось устроиться благодаря папе. У меня просто папа на производстве работает, и там как раз требовался человек, который как раз занимается этим. Ну и я, получается, училась, курс 3, и потом уже после окончания я пошла туда. Естественно, я показала им диплом, они мне зарплату подняли, ну и я там осталась. Сколько у тебя официально ты зарабатываешь в месяц? Ну, 30. 30 тысяч рублей. И ты, получается, после окончания института уже там на постоянке работаешь? То есть, в другие организации какие-то ты не пробовала устраиваться? Ну, когда еще в универе, на подработке, да, я там, допустим, на доставке работала, там пиццу развозила, все такое, и больше, в принципе, я не работала. Просто родители, как мне говорили, успеешь поработать, пока типа вот учись, учись, и так далее. А вот с точки зрения благоустроенности города, вот, допустим, вы выходите гулять. Куда вы идете погулять? Да, на самом деле, раньше ездили в центр, потому что, в принципе, есть у нас здесь Александровский парк, парк устроенный, там фонтанчики, хорошо, красиво, но много народу. Так как на весь большой микрорайон там гуляют все. Там не протолкнешься, посидеть негде, покушать нечего, то есть, даже присесть там негде отдохнуть. Куда ездим? Это ездим в центр, но опять-таки, там сейчас все автомобильное движение перекрыто, к паркам, к каким-то там остановочкам, естественно, везде приходится добираться пышком. Ну, особо то, что нигде не погуляешь, кроме набережной, видео-видео в Инстаграме. Вот, Саш, смотри, набережная, я когда приехал, меня она очень сильно впечатлила, когда ты подходишь, открываются такие виды, ну, действительно классно. Опять же, как правильно замечает наш оператор, в году-то у нас четыре сезона, соответственно, зима, осень, весна, лето, это все разными красками, вот ты здесь живешь, 24 года тебе, я на это специально делаю акцент, тебе как, не надоело ли это волк, ходишь ты на нее смотреть? Ну, естественно, конечно, так как вы приехали, может быть, в первый, во второй раз, все равно интересно, новые виды, но когда там гуляешь все выходные, проводишь там большое количество времени, где-то едешь, в центре находишься, приехал, остановился, погулял, ну, просто гуляешь от того, чтобы просто дома лишний раз не находиться, хотя проветриться, свежим воздухом, подышать. Были ли у тебя мысли уехать из Ульяновска в другой город? Да, были, причем несколько раз, и рассматривал несколько городов, изначально это была Москва, когда я был 18-20 лет, очень сильно горел поездками, часто туда мотался и катался, проживаю там, друзья, то есть я бы там один не остался, потом уже, так скажем, вот год назад оставил мысль переезда в Краснодар, то есть, планировал, думал, прям хотел, рвался, но все-таки решил остаться. Вопрос, что тянуло в Москве? Вот объясни. Ну, на тот момент я еще, в принципе, не занимался автомобилями, поэтому, так как я работал в автосалоне, мне было интересно, чтобы как-то увеличить свой заработок, так как меня, в принципе, здесь ничего не держало, хотел приехать. Ну, возможность устройства на работу, возможность заработка, там, город крупнее, какие-то возможности могут открываться, но потом я понял, что кроме там работы, ты видеть ничего не будешь. Все верно. В Москве была? Да, много раз. Понравилась тебе Москва? Ну, честно, понравилось просто вот то, что я приехала, посмотрела все, как устроено, но жить бы и там бы я не хотела. Почему? Много народу. Я просто люблю, когда народу не очень много, вот, и то, что постоянно вот эти вот пробки, там, все толкаются, ну, как бы, не хочется. Саша, Юля хорошо готовит? Очень. Юль, спасибо, приятно было с тобой пообщаться, а ребятам мы пожелаем побыстрее колечками обменяться. И вот за это лично я и люблю снимать сюжеты про недвижимость. Я получаю колоссальное удовольствие, от общения с открытыми людьми. Дорога до Ульяновска у нас заняла 10 часов. Из них один час мы потратили на остановки. А вот сейчас уже интересно. На данный момент мы уехали от Москвы примерно на 500 километров. Друзья, вы посмотрите на кадры с коптера. Вокруг нас чистые поля. Вот здесь, как говорится, никогда под домом у тебя не построят человейник, никогда у тебя не появится полей аэрации, никто тебе не будет строить альтернативу МКАДу, здесь самая настоящая природа. Тем не менее, покажи, пожалуйста, людишки-то здесь заезжие обитают, мусор, скотины, друзья, по-другому не назовешь. В дороге мы находились с максимальным комфортом, потому что отправились в Ульяновск на автомобиле Jeep Grand Cherokee, который нам предоставил официально представительство Jeep'а в России, за что им огромное спасибо. И на вот эту конфетку мы снимем отдельный сюжет. Поэтому, если вам интересны автомобили, не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Скоро будет отдельный ролик. А теперь немного о моей истории. Вот в этом университете училась моя мама, а вот в этом училище учился мой отец. И вот смотрите, спустя 33 года мы приезжаем с отцом в Ульяновск. Гуляем по городу, заходим в кофейню, выпиваем по чашечке чая. Случайным образом прохожим девушкам задаем вопрос, посоветуйте, куда вечером можно пойти покушать, почему-то захотелось мяса. И она говорит, слушайте, есть замечательное кафе, называется Гонзо, находится в центре города. Мой отец говорит, а, я что-то помню на маршруте, такое было. Мы приходим вечером с ним в это кафе, заходим, садимся. И я вижу, как у него надуваются глаза, потому что он понимает, что это то самое кафе-встреча, где когда-то 33 года назад познакомились они с мамой. Хотя, когда мы приехали, мы искали это кафе, но найти не смогли. Вот вдумайтесь, посторонний человек просто посоветовал нам сходить туда, мы пришли туда, и вот оно, то самое кафе. А сейчас я вам покажу еще небольшую зарисовочку. Вот смотрите, видите вот эти шикарные дома? Когда-то здесь проживали мои родители, но тогда дома-то были вот такого плана деревянные, и мы жили в таком старом доме. Я лично прожил в Ульяновске два месяца, он мне показал даже канализационный люк, где раньше стояла колонка, из которой набирали воду для того, чтобы жопу мне мыть. Сейчас, как выяснилось, вот эти шикарные дома принадлежат то ли местным чиновникам, то ли бизнесменам, местные люди напишут в комментариях, чьи они. Но сам факт заключается в том, что для моей семьи Ульяновск имеет большое значение. Вот ты, например, раньше получал в Нижнем Новгороде 60-80, плюс-минус. Когда ты переехал сюда, там нагрузка у тебя была меньше, там ты жил в квартире, тебе не нужно было платить за нее ипотеку. Да, машина без кредита была. Да, да. И тогда ты там вообще чувствовал себя шикарно? Ну, шикарно, не шикарно, просто я к такому складу людей отношусь, которые уже вот в силу вот этого постоянного движника я сидеть на месте не могу. То есть, в Нижнем Новгороде я тоже искал какие-то подработки, потому что ну, всем хочется, вот ты живешь с определенным доходом, всем хочется жить еще лучше. Конечно. Чтобы что-то лишнее себе позволить, лишний раз сходить, там даже, грубо говоря, в парк ребенка на аттракционах прокатить, посидеть в кафе отдохнуть, может быть, меньше даже дней в месяц отработать и больше отдохнуть. И ради этого ты готов в этот промежуток времени как-то больше крутиться. Но там ситуация была легче, соответственно, без кредитов, правильно все говоришь, это и так понятно. И плюс ко всему получалось деньги отложить, которые деньги уже помогли нам при переезде. То есть, это надо было мебель из Нижнего Новгорода, сюда 500 километров ехать, то есть, нанимать газель, везти сюда мебель. Плюс, пока ты здесь на работу оформился, пока ты первый месяц отработал. Ты живешь, мы на съемной квартире жили, когда сюда приехали. То есть, вот эта сумма помогла. И, соответственно, на последующий уже переезд еще съемной квартиры сюда, плюс покупка мебели в квартиру. То есть, вот эти отложенные деньги, они очень помогли. Крутился не зря, короче. Прямой вопрос. Ты считаешь себя человеком, который малоимущий? Ты бы мог бы назвать себя, что ты бедный, что ты несчастный, что ты жалуешься на жизнь, что-то, ой, как тебе тяжело. Нет. Проблем хватает у всех у нас. То есть, я уже, например, ты тоже не скажешь, что у тебя там проблем нет, там у тебя райское существование. Стоит только остановиться, как это, знаешь, вот тепловоз он едет, дизель в нем есть, он едет, дизель кончился, тепловоз встал, в нем сразу становится холодно, в нем сразу становится голодно, только движение, только... И, соответственно, проблемы есть, они есть у всех, но в общем и целом я считаю, что очень неплохо я устроился, так скажем, и в жизни в моей меня большинство устраивает. Ну, холеный сидишь, сидишь, видно, видно, сытый сидишь, вот он, все, смотрите, а, вот это показатель. Ну, машинист без пуза, как поезд без груза, просто говоря. Бедный человек такого это не имеет. Вот на данный момент от Михаила идет больше позитивное повествование, а негатива исключительно для объективности. Здесь накину я. У него хороший доход, для Ульяновска это более чем достойно, но люди некоторые получают по 15-30 тысяч рублей. И вот выйдите просто вокруг, посмотрите, я вам покажу сейчас детали. Мы выходим из его дома, что это за двор, друзья, вы посмотрите, 2021 год, Ульяновск, 22 место в списке по населению российских городов. Вот эти дворы, вот такие детские площадки, они встречаются повсюду. Мы гуляли по улицам, по центральным улицам, заходили специально во дворы, заходишь, в некоторых думаешь, вот наложи сюда страшную музыку и здесь можно в темное время суток снимать фильмы-ужасники. До Ульяновска еще не докатилась реформа по наружной рекламе, и когда вы передвигаетесь по городу, некоторые здания выглядят вроде бы презентабельные, но все портят вот эти рекламные тряпки. Прямоугольные вывески, круглые вывески, квадратные, у кого-то она больше, у кого-то она меньше, все заляпано, и никто ничего не делает, видимо, на это нет пока что основания. Раньше так же было и в Москве, когда едешь по центральной улице, по Цверской, все было завешено. Сегодня это выглядит совсем иначе, более благородно, более красиво. Соответственно, это тоже считается огромным минусом. Дорога в городе далеко не самая лучшая, но встречаются города, где она еще хуже. Факт в том, что здесь дорога местами хорошая, местами убитая, прям идеальных участков дороги мы не встретили. Важный момент, проблема огромная с разметкой. Вот это действительно проблема, ее тоже здесь практически нигде нет, и местами ты едешь, хорошо думаешь, есть знаки, а так очень легко сбиться с пути, запутаться. Как только выпадает дождь, нальет много воды, ливневка здесь либо отсутствует, либо она очень плохая, потому что в городе сразу огромная лужа. Вот такие дома, вот мы спорили, разговаривали, кто-то скажет, о, блин, класс, история, зачем это все рушить, перестраивать, переделывать, а с другой стороны, скажи мне, пожалуйста, вот ты бы хотел в таком доме жить, соответственно, сейчас его реставрировать, это вложиться по деньгам, но это все нужно заново переделать, этот денег сколько уйдет. В любом случае, все хотят жить с комфортом, все хотят жить, если и дом, то свеженький, хорошенький, квартира, та же самая история. Поэтому развитие, которое идет, да, многим любителям культуры, вот этих ценностей, оно, наверное, не в радость. Но с другой стороны, с точки зрения комфорта, совсем другая история. Транспортная доступность, вот у соседнего дома остановка, хочешь на маршрутку, хочешь на трамвай, в любую часть города уезжаешь, то есть на тот берег, здесь в любой район транспорт, я считаю, это большой плюс. Важный момент, ребенок в детский сад пошел, вы пришли, очередь, стояли, записывались, как это происходило, быстро все? Здесь все на везение. Ну вот вам уж, в вашем случае непосредственно. В нашем случае мы пришли, нам дали путевку в садик сразу, то есть вот как жена вошла, подала заявление, сразу дали путевку в садик, но несмотря на то, что садик у нас во дворе, садик нам дали в пяти остановках отсюда, на трамвай, если ехать. Это по времени сколько занимает? Это по времени, но если на трамвае ехать, ну минут 10. А если на машине ехать? Если на машине ехать, можно ехать 3 минуты, можно ехать полчаса, если час пик. Бывают пробки. Да, пробки у нас здесь есть, а трамвай он идет по выделенной полосе, соответственно, это большой плюс. Вот спустя 4 года практически, как ты здесь прожил, вот что тебе прям не нравится, то, что у тебя сейчас первое в голове всплывает? Организация дорожного движения. Раз. Ну и, наверное, все. Вот так вот, ребята, вот вам пожалуйста. Домоуправляющая компания разорилась, мы сейчас перешли в ТСЖ. То есть и председатель активно взялся за благоустройство, то есть у нас, ты видел, во дворе сейчас оградили тут заборами эти, вот придомовую территорию. Детская площадка в плане в этом году уже, то есть он сказал, сейчас мы вот эти горки ваши, все эти совдеповские срежем, поставим вам хороший городок для детей. Окна в подъезде поменяны, пластиковые стоят, поменяли двери входные в подъезд, поставили домофон, то есть просто ты не видел того, когда мы заезжали сейчас и насколько эта ситуация улучшилась и как бы это не предел. То есть вы идете по пути развития, с каждым годом становится лучше. Вот, то есть как бы в этом проблем я никаких не вижу, вопрос времени только, потому что, ну, человек распределяет средства в том количестве, в котором они есть. Ясно, что мы хотим все и сразу, но я считаю, что есть смысл потерпеть ради того, чтобы получить в конечном итоге комфортную среду для проживания. Заключительный вопрос для тебя. Вот если бы отмотать время назад, ты бы еще раз переехал сюда, и сюда же вопрос. Вот у нас есть мегаполис Москва, столица России. Как правило, большая часть миграции как раз спрется в Москву. Вот твое видение на переезд в Москву, нужна она тебе? Не нужна и почему? Не нужна ни при каком раскладе. Так, здесь очень много людей в Ульяновске, вот кто-то прямо вот в восхищении от Москвы находится, кто-то туда ездит работать, и они не намерены, не хотят даже ничего слушать про работу здесь, то есть людям все нравится, они вот спят и видят в Москве. Мне Москва не нужна вот ни при каком раскладе. Вот чисто из моих личных ощущений вот от этого города, ну, бывает, что вот город не твой, и он тебе не нужен. То есть, грубо говоря, ради, например, дохода там, ну, вот 150 тысяч рублей, я, грубо говоря, буду на пяти работах работать в район, в родном городе, ну, Ульяновск для меня не родной, но теперь это мой дом. Вот. Я лучше буду здесь работать, на этих работах, чем на одной работе в Москве, там пусть я буду ездить на машине подороже, жить в квартире получше, но я буду толкаться в этих пробках, вот эта вот вся жизнь мегаполиса, как бы не складывается с моим понятием о комфортной жизни, поэтому для меня Москва не вариант, и она не рассматривалась изначально. За последние несколько лет мы с моей женой практически не ходим по магазинам, но тем не менее покупки совершать нужно, в том числе и бытовые. И одна из таких последних покупок это электрический умный чайник, который мы купили специально для нашей дочери. Раньше это был бы поход в какой-нибудь гипермаркет, поиск консультанта, который то ли знает, то ли не знает, начинает советовать то, что продать нужно ему, а не то, что нужно купить тебе. В общем, сегодня покупка простых вещей стала намного проще, потому что вот он, ребята, комфортный способ покупок на сегодняшний день. Мы с вами залетаем на Е-каталог, сидя дома, попивая чашечку кофе, и начинаем выбирать в разделе электрочайники, что нам нужно. Мы составили фильтр, который нам подходит. Важная особенность этого чайника заключается в том, что он может поддерживать определенную температуру. Для нашей дочери мы выставляем, например, 40, и постоянно ты знаешь, что в чайнике вода будет 40. Опять же, если поставить умную розетку, умную док-станцию, то можно еще идти по улице, Алиса сделает там кипяточку, и она все это дело сделает. Именно поэтому я вам рекомендую любую покупку совершать предварительно через Е-каталог. Заходите, подбираете под себя товары, читаете отзывы, смотрите на них видеообзоры, выставляете фильтр, смотрите динамику цены, и тем самым принимаете решение, что именно нужно купить вам. С Е-каталогом вы экономите ваши деньги. Сам по себе он не призывает вас что-то купить. Думаете, что я рекламирую чайник? Нет, конечно. Фишка в том, что эти чайники в магазинах стоили 2 800, 2 900. Мы же его купили за 1 990 рублей с доставкой на дом. Именно поэтому, друзья, ссылочка на Е-каталог ждет вас в описании. Пользуйтесь на здоровье и экономьте ваши денежки на любых покупках. Сколько мы ездим по Ульяновску, я не замечал в обилии высотных домов типа 25-40 этажей. Такие есть здесь дома, мы видели, но их буквально там по пальцам пересчитать. В основном строительство отчасти можно назвать малоэтажным. Если мы говорим про 5-7 этажные дома есть, но такую, чтобы в обилии строилось 25-40, такого нету. Нас встречает человек Влад. Привет. Привет. Слушай, большое тебе спасибо, что ты приехал. Дать коротенькое интервью. Вот расскажи, пожалуйста, ты всю жизнь проживаешь в Ульяновске. Ты здесь родился, тебе 25 лет. Но до пандемии на годик ты все-таки рванул в Москву. Расскажи нам, пожалуйста, зачем тебя туда понесло? Как и всех других, наверное, я туда поехал для того, чтобы увидеть какие-нибудь красивые кадры, красивый город, большой, с хорошей работой, хорошей зарплатой. Кем работать? Было понимание? Ну, вообще у меня как бы больше принадлежность, говоря простым языком, к компьютеру и вообще сфере интернета и так далее. Айтишник? Ну, типа того, да. Поначалу, разумеется, работу мне с трудом получилось найти, потому что куча вакансий, везде то английские требуются, то еще что-то, где-то там несостыковочки, в общем, ни туда, ни сюда. Все-таки я устроился в одно место, и мне поначалу платили 35 тысяч рублей. Вот так вот. Два месяца я проработал за 35 тысяч рублей, и потом уже к концу второго месяца я понял то, что я больше там нахожусь не за деньгами даже, а уже просто за интересных задач. То есть там реально были интересные задачи, мне нравилось, для меня это развивало, и я чувствовал именно такое умственное, грубо говоря, развитие. Помимо работы зарабатывать начал больше. И с того момента там так сложилось с начальником, то что у нас не сошлись характеры, меня уволили. Там как раз случился такой переезд уже в саму Москву. То есть я сначала на электричке, полтора часа туда, полтора часа обратно, а потом переехал в Москву, думаю, все, сейчас я месяцок отдохну и начну искать работу. Я переехал на Римскую площадь Ильича, за 40 тысяч там снимал однушку. В феврале, до начала пандемии официальной уже в Москве, мы встретились с друзьями, они ко мне приехали в Москву в гости, чтобы я им показал город, покататься и так далее. И они мне сказали, вот Влад, ты к городу не привязан вообще, работаешь ты удаленно. Да. И ты сейчас просто здесь тратишь деньги. Хотя мог бы эти деньги начать откладывать, купить себе машину, квартиру и так далее. Переедь-ка пока обратно к себе в родной Ульяновск. И поэкономим средства, и займись каким-нибудь серьезным уже делом, то есть начинь как бы откладывать, все такое. Я подумал, а правда, я год живу, я не работаю. Единственное, что меня привязывало к Москве, это карта тройка, оплаченная на год. Все. Вот. И я подумал, ну все, реально надо пора сваливать. Я в феврале в конце уехал, там 1 марта, по-моему, или там 6-го, где-то в этом начале марта. Мы уехали в Ульяновск. И уже буквально через 2 недели, месяц, уже все, в Москве начинается карантин, туда-сюда, вот это вот все. Здесь ты проживаешь, у тебя отдельное жилье, ты живешь с родителями, с девушкой, как? Я когда сюда переехал, я по пути в Ульяновск, я уже начал смотреть объявления, все-таки дорога долгая, и нашел пару риелторов. Нашел нового риелтора, снял у него квартиру, после этого я так же снимал, но продолжал откладывать деньги. Я хотел сначала купить себе машину, ой, квартиру, а потом машину, так типа разумнее. Но что-то пошло не так, и в апреле я себе купил первую машину свою. Потом уже, спустя полгода, я уже как раз, вот как ты сказал, высотки по пальцам перед частью. Есть у нас одна высотка на 24 этажа, я уже купил квартиру себе там, на 20-м. Ты ее купил в ипотеку? Нет, наличка. Наличка, то есть зарабатываешь, ты хорошо? Ну, зарабатывал хорошо. А сейчас? Сейчас ситуация похуже. Похуже, ты же вроде айтишник, условно удаленная работа. Это, наверное, больше, знаешь, больше с ленью связано, мне кажется. Если бы я все-таки уделял во времени больше работе, именно прям вот, знаешь, так засел бы и начал бы херачить, я думаю, гораздо больше бы денег было. Таким образом, получается так, то что мозги у тебя есть, раз удается зарабатывать, удалось заработать на квартиру, сколько эта квартира стоит? Ну, купил ты по какой цене? Мне выгодно вышла квартира 2 миллиона 780, хотя по стояку сейчас такие квартиры 3 300 стоит. Это однокомнатная квартира? Двушка. Двушка, а площадь? 64 с половиной. Слушай, ну шикарно, 2 800 за 64, но все-таки я не полностью сам купил, мне друг все-таки занял 400 тысяч, у меня не хватало, тогда приложение было горячее, один день на решение, даже, даже частное решение там было, мне, благо, был друг, который мне занял денег. Сравнение цен вам для примера. Такая квартира, как у Михаила, трехкомнатная, в пятиэтажном доме на втором этаже, в Москве, в пределах МКАДа, обошлась бы ему примерно в 10 миллионов рублей на сегодняшний день. Однокомнатная квартира в девятиэтажном панельном доме, как у Александра, с хорошим ремонтом, как у него, сегодня обошлась бы примерно тоже в те же самые 9-10 миллионов рублей, где-то это может быть даже было бы еще выше. Двухкомнатная квартира в новостройке 24 этажа, 64 квадратных метра, как у Влада, обошлась бы ему в Москве примерно миллионов 15-16, то есть все зависит уже от новостройки, но никак не ниже 10 миллионов. Вот Москва меня притягивает самими видами в городе, то есть когда начинается какой-то праздник, город сразу украшается, дает людям настроение, это безусловно супер. В Ульяновске такого поменьше все-таки. Но, когда я находился в Москве, почему я скучал в Ульяновске конкретно, это вот именно природные такие места. как вот в сториз я вчера у себя видел в инстаграме, то что вот Волга, обрывы, лес, природа, можно уехать на обрыв поля, виды прекрасные просто. В Москве таких мест, ну, в области может где-то что-то. И вот, еще интересный момент. Сейчас вы видите подножие Ульяновска. Спуститься можно прямо к реке Волги. И вот на этом подножье расположились человечьи гнездышки, дачи. какие-то из них уже давным-давно стоят здесь действительно, что на птичьих правах. Есть капитальные строения, на которые люди явно получали разрешение на строительство. Но сам факт, когда ты гуляешь, вот через коптер, это очень тяжело передать. Мы когда приехали в солнечную погоду, я просто представил, ничего себе, у кого-то есть маленькая дачка, куда можно прийти, выходной день, шашлычки, сварить ушицы. Да с таким-то видом думаешь, блин, вот здесь как раз действительно прям душа будет радоваться. Ну и давайте пообщаемся с молодым предпринимателем, человек, который берется за различные направления в бизнесе, состоит в определенной группе, куда люди за деньги готовы продавать свои бизнес-идеи, которые стрельнули в их городе. Он их периодически покупает. Сейчас расскажет он детально, что он делал, что он пробовал и чем он сегодня зарабатывает. В силу того, что на улице идет дождь, каждое место мы пишем в помещение. Друзья, знакомьтесь, Александр, Саш, привет. Насколько я знаю, ты все свое сознательное время тратишь на занятия бизнесом. Ты пытался чем только не заниматься, что-то у тебя где-то получалось, не получалось. Вот это интересно, потому что все предыдущие наши собеседники работают где-то, то есть узконаправленная тема. Вот расскажи, пожалуйста, на сегодняшний день тебе 30 лет. Какие виды деятельности ты пробовал начинать развивать в Ульяновске непосредственно? В Ульяновске мы пробовали заниматься, открывали медицинскую компанию, занимались медицинской компанией, то есть там не пошло в силу определенных обстоятельств. Пробовал заниматься интернет-бизнесом, пробовал заниматься какие-то там, брокер был, думаю, что там делать интересно, думаю, тема недорогая, там 5000 рублей всего стоит, чтобы получить всю информацию, пробуем, пробовали, тоже никак не идет, что такое. Пробовали мотодроном заниматься, посмотрел, показывали там на примере одного человека, вот там в Поволже человек занимается в Самаре, вот тебе прям пошагово сделаешь, создаешь сайт, сделаешь там в Инстаграме, групп ВКонтакте, группа, запускаешь рекламу, все пробуешь, все хорошо, там с 1000 рублей, там 10 заявку, я думаю, почему не попробуй тоже, покупаю это обучение, пробую это обучение, создаю в рекламу, вкладываю все по шагам, поэтапно с наставниками, разговариваю, в рекламу вкладываю тысяч пять, ни одной заявки, отдельно просмотр, это, то ли, спросили просто там, что там, что как, хотя мотодрон тоже вроде, вроде и летает, как водорокоптеры, и рукой можно управлять, тоже не идет, открывал мойку, в Ульяновске тоже, мойкой занимался, но мойка сейчас тоже невыгодно заниматься, ездит только свои клиенты, мойка выходит на самоокупаемость, тоже прибыль, то есть никакой не выходит с этого, потому что большие, мойки самовслуженные, все вот это вот съедает, то есть, и вот, и вот получается, если детальнее копнуть, ты как начинающий предприниматель, еще давно начал, допустим, заниматься медицинским бизнесом, то есть условно, чтобы люди понимали, вы выходили на тендеры, аукционы, должны были оказать услугу для медицинских организаций, там ты столкнулся с откровенной коррупцией, мы уже детально, друзья, все рассказывать не будем, но сам факт того, то что человек пошел, и хрена лысого, вот такая картина, дальше, ты уходишь, говоришь, там закрыты, допустим, клубы, те же самые, где люди уже говорят, типа, мы вот с таких-то городов, вот мы взяли модель, попробовали, у нас пошло, ребята, используйте, ты берешь эту модель, все создаешь то же самое, внимание, ты трудишься, работаешь, ты там не так, что поставил дядю, Васю, типа, давай, ты занимайся, а я как бы директор, тоже не идет, как ты считаешь, с чем это связано, что ульянов какой-то заколдованный? Ну, я думаю, просто у нас город такой, город, как сказать, застрял в те эпохи, как вот прошли 90-е годы, город застрял у нас в то время, что никак не развивается, люди все ходят, он с унылыми лицами, все как-то какие-то обреченные ходят, других городов, я не знаю, с чем это связано, город застрял, в общем, так вот у нас. Ну, то есть, ты считаешь, что в целом развития в вашем городе активного нету? Активного нет, у нас отток населения больше, чем приток населения идет, даже по статистике, вот я смотрел, статистику была после Нового года, у нас отток населения с города больше, обычно же все с областей едут в город, а у нас наоборот, с областей едут в город, попробуют из города, дальше уезжают в Москву, Питер, там большие города, миллионики. Вот скажи нам, пожалуйста, в среднем зарплата по городу нынче какая? Ну, 15-20 тысяч. Это в среднем, а те, кто хорошо зарабатывает, вот кого, знаешь, можно считать там, средним классом, это какая примерно сумма? Ну, от 100 тысяч и выше, мне кажется. Это уже средний класс? Я собирался переезжать, понимаю, думаю, зачем мне переезжать в другой город, если я здесь себя чувствую, как рыба в воде, в другом городе, надо все начинать сначала, опять, да уже не хочется терять много времени на это. Сейчас еще с товарищем тоже собираемся открыть компанию по ремонту и обслуживанию лифтов, то есть новый район строится, договариваемся с подрядчиком, кто устанавливает новые лифты, чтобы наши фирмы ставили в приоритете, там мы заходим тоже, начинаем обслуживать лифты. Ну, ты прощупывал эту почву, вам подрядчик не скажет, что, слушай, мы строим дом, у нас уже вот компания стоит, которая лифты уже делает. Ну, да, смотря какие условия, для них тоже важно, качество обслуживания, чтобы диспетчерская служба была рядом. Да, самый главный сервис, сервис, если ты даешь сервис, люди будут с тобой работать. А дополнительно вокруг города заводы тоже появились, ну, если взять даже последние 20 лет, все равно, как бы, он все разрастается, разрастается. Вот, твое мнение по этому поводу, не считаешь ли ты, что все равно, ты у вас развитие-то есть у Леновского? Ну, это, мне кажется, как неразвитие больше. Один завод закрылся, новый завод открылся, допустим, тоже взять тот же сам автозавод, но завод такой гигант был по всей России, там известный. Часть площадей закрыли, часть площадей распродали, одно время даже ходили слухи, что там хотят новый район строить, живой, то есть дома строить. То есть, вот, постоянное сокращение, постоянно люди сидят, вот как я знаю, от знакомых, кто там работает на заводе, постоянно слышу эта информация, что там трахтанцев отправили в выпуск. Что говорится, у меня мама тоже работает на моторном заводе, который относится к Нижегородскому, там, они здесь делают двигатель, отправлять в Нижнегород, тоже говорит, брак постоянно приходит, раз, всех один перенесли в Нижнегород. Здесь тоже, они сейчас сидят, как сказать как на бочке закроет их не закроет чем людям заниматься а другие заводы открывают но открывает их живут люди свежие а это надо будет ехать завода куда-нибудь добираться туда опять же тоже неудобно завода раньше строится наш как город получается был завод вокруг завода завода за отстроили район новые люди пешком можно было дать завода сейчас теперь добираться там час полтора мне кажется людям сложно будет нас на завода какая зарплата примерно даже не могу искать мне кажется 15 20 25 может зарабатывает сколько знакома знаю занимается там что-то связано с компьютером там с интернет технологиями что-то они там занимаются делают какие-то программ пишут еще что-то в этом в это сфере хорошо зарабатывают либо опять же там некоторые люди чтобы заработать там те же самым 50 тысяч устраиваться на 2 на 3 работает после одной работы тут на другую работали бы там два дня тут работу два дня там работают большинство в городе если можно посмотреть нас так сует два дня тут работать два дня там такси подрабатывает я учился в технике автомеханическом здесь 2004 2008 год у нас такая была возможность кто там хорошо тучились отличники они на последнем курсе была возможность уже за договоренных с заводом там где-то под московью сейчас точно не буду говорить не помню где он как называется в последнем курсе они прямо уезжали туда работой на заводе часть человек вернулся часть 5 так остались в москве работать вот недавно тоже мы люди тоже опять по знакомству знакомы у меня уехала москву его там пристроили он работает тоже на заводе ездит по регионам тоже не зарплата довольно хорошие товарищи меня друг уехал в москву пытался в городе вроде военным будет все никак не получалось собирается москву уезжает устраивается москве живет в мать ищих снимает квартиру тоже девушка не там живут ну зарплата 45000 не знаю зачем квартира там 20000 отдать плюс смытишь доехать до москвы там на переходных мне кажется электричка там метро тоже ну то на то и выйдет те же самые 15 20 . ульяновске мне кажется любом месте если можно постараться поискать везде можно выйти на хороший и смысла никакого получается не будешь то есть москву получается друзья какой вывод можно сделать если уж и едешь то на какую-то действительно очень хорошую зарплату там 1200 и выше это опять же сантин нафиг не нужна а тебе там твой родной город устраивают а не хватает только зарплаты хорошим получается как там можно работать а вот здесь купить себе либо дом ту же самую ипотеку либо квартиру потому что новостроечки есть цену вас здесь значительно доступнее тебе спасибо большое что выделил время поделился своим видением я желаю тебе развитие удачи чтобы у тебя бизнес твоими друзьями пошел в горы чтобы вы парни зарабатывали денег как можно больше тем самым тем самым обеспечивали дополнительно рабочие места в завершении этого сюжета хочется сказать отчасти банальные слова что каждый человек творец своего счастья и несмотря на то что нам очень часто говорят что не в деньгах счастья каждый день миллиарды людей по всей нашей планете встают и отправляются на работу а вот эти слова написанные иваном гончаровым в 1849 году здесь как нельзя кстати народная молва нам сразу рассказала кто здесь кто в этом городе нам сразу показали где живут чиновники нам рассказали какой дом здесь построен с нарушениями город и люди все друг про друга все знают но задача ключевая этого сюжета была показать вам людей не которые сидят с опущенными руками у разбитого корыта которые трудятся которые зарабатывают которые стараются в своей жизни менять что-то к лучшему итак друзья все те кто досмотрел ролик до конца я надеюсь вы получили удовольствие от просмотра ведь я действительно старался снять для вас красивые кадры пообщаться с интересными людьми сделать этот ролик не просто ролик про ульяновск а чтобы он был пропитан душой рассказать вам немножко про город рассказать вам немножко про мою семью рассказать вам немножко про людей вывод для меня из этой поездки один простой до банальности главное чтобы у тебя была стабильная работа которая будет давать тебе столько денег сколько тебе нужно для счастья у каждого цифра своя из этого сюжета вы это поняли и увидели друзья пишите ваше мнение в комментарии что вы думаете по этому поводу пишите города куда вы считаете нужно съездить для того чтобы снять ролик если вдруг вы увидели в комментариях схожий город ставьте на него лайк дальше будет больше интересных роликов на разные темы у меня на этом сегодня все подписывайтесь на канал подписывайтесь на инстаграм канала до новых встреч всем пока пока